Мы попали вообще в центр событий, сейчас пытаются сделать переворот. Довольно красиво, похоже на Швейцарию. Прямо под окнами отеля разборки. Коротко о том, как проходит наша учеба. Катернула, чуть уздечку не порвала. Нам принесли эклерчик такой небольшой. Вот идешь по этим улочкам и ощущение, как будто ты у бабушки в деревне. Вау! Место потрясающе, конечно. О, нагарит русские оккупанты. Сегодня народу раз в 10, наверное, больше, вся площадь. Сенсации попахивает. Нам уже дали люлей за то, что мы говорим по-русски. Ребята, всем привет. Мы прилетели в Ереван, заказали такси. Кстати, здесь Яндекс.Го работает. Здесь бизнес-класс это Ford Vision Taxi. Почему не Мерседес? В Москве бизнес-класс это Мерседес. Не знаю. Как вас зовут? Гарик. Добро пожаловать всем в Ереван. Здесь очень вкусно, хорошая погода, температура очень классная. Прибить сюда и сами увидеть все. И попробовать. Здесь есть вкусная еда и очень вкусная еда. Мне это нравится, потому что я люблю поесть. И самое главное, что это доброжелательные люди. От водителя прям энергетика такая добрая. Вот как будто он мой батя и сейчас меня за стол басает и накормит. Заселяемся в отель. Отель называется Националь. Идем быстренько кушать в ресторан, как называется. Черпак? Черпак, да. Шереп. Ну, по-русски, черпак. Шереп, черпак, да. Лететь, кстати, довольно быстро. И самое главное, большое спасибо таможне Еревана. Они красавчики. За две минуты мы прошли все. И спасибо Аэрофлоту за то, что наш багаж так же приехал ровно через длину. То есть это одно из самых быстрых пересечений границы за последние, не знаю, сколько времени. Прям красавчики. Кстати, можно залететь по российским паспортам, не надо за границ. Тоже прикольно. Приехали мы с целью обучения, но в целом постараемся показать вам, что здесь можно делать, когда у нас не будет обучения. Ну, у нас почти оно каждый день, с утра до вечера. Как истинные троечники, прогуляем пару дней. Выделим время, да? Да. Отрубить ему голову тунеядец. Практически как дома. Похоже немножко на Грузию. Впечатление довольно приятное. Чисто, красиво. Такое впечатление, что мы где-то в Афинах. Это... А это Республиканский площадь. Как у вас тут безопасность? Нет деревни, где собаки нет. В основном безопасность. Русские женщины говорят, что нужно просто ребенка отпустить, погулять и за ним не следить. Ну, если тебе можно гулять? Одному. Да, в общем, мы поселились в самом центре Еревана. Вот это самый центр. Красота. Кстати, здесь 90% взрослого населения говорят по-русски. Что, Джордж, спасибо большое вам. Спасибо, ребята. Кстати, списывается по Яндекс прямо на соседской карте. Народ сидит, погода классная. Довольно, кстати, не жарко. Отель Националь Армения. Добро пожаловать. Хорошо. Пахнет духами. Здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста, Вася. Как дела? Нормально, как у вас? У нас отлично. Здесь не было мест и, соответственно, я забронировал на одну ночь другой отель, Начи называется. Они меня просили им на карту деньги скинуть, потому что моя карта почему-то у них не считывалась. Хотя у меня дубайская карта, она должна была считаться. В результате я со Сбербанка на Сбербанк отправил предоплату. И они меня не хотят возвращать, потому что здесь места, оказывается, есть. Ну, здесь я забронировал с завтрашнего дня на неделю. А сегодняшний день здесь тоже есть место, поэтому я туда не пойду. Говорю, верните деньги, они не хотят мне возвращать, представляете? Вот так вот. Вот так вот. Так, давайте посмотрим номер, который стоит 30 тысяч в день. Не скажу, что супер, но и неплохо. Довольно большой. Вставить, чтобы все заработало. Ребята, кто из вас следит за гигиеной своей полости рта? Сегодня у нас особенный обзор на канале. Мы поговорим о том, как правильно заботиться о здоровье нашей улыбки с помощью продукции от Reviline. Вот они, надежные помощники от Reviline. У меня есть портативный ирригатор RL420, который обеспечивает эффективную гигиеничную заботу о полости рта. А еще у меня есть электрическая звуковая щетка RL060 с двухлетней гарантией. И набор для деликатной чистки. Теперь давайте поговорим о том, как правильно использовать электрическую звуковую щетку. Небольшие круговые движения на передних зубах, и ваша улыбка будет сия. Reviline это проверенный бренд, основанный врачом-стоматологом в 2013 году. Они разрабатывают свою продукцию совместно со специалистами и сотрудничают с тысячами докторов и клиник в России и за ее пределами. Доставка во все регионы, гарантия на электроприборы 2 года. Не забудьте, друзья, важно следить за здоровьем своей улыбки. В описании под видео я оставлю ссылки на продукцию Reviline на Wildberries. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с друзьями. Берегите свои улыбки. Думаете, что одной щетки достаточно? Стоматологи считают по-другому. Reviline, международный бренд, созданный стоматологом. Главный секрет вашей улыбки. Все, кто рекомендовал нам ресторан Sherp. Черпак, я думал, кочерга. Да, да, черпак. Говорят, здесь самое вкусное национальное блюдо, это долма. Но я долму, честно говоря, не очень люблю, поэтому все посмотрим. О, смотрите, какие у них тут печки интересные. Деньги, помидоры. Они вкусные, но вот узбексик, когда ешь, ты кусаешь и понимаешь, что ты кайфуешь. Национальное блюдо, самое вкусное долма. И в армянской свадьбе не начинайте. А это надо в соусе, да, Макайф? В вилке или? В чесночной соусе. Во. Так, ребят, пробую. Ну да. Гали, пойдем. Сейчас добавим сюда. Это в джанин, да? Это очень вкусно. Еще полить? О, вот это топ. Из 10 на 8 точно. У Давида сирала вкуснее, конечно. Смотрите, какая корейка. Она отличается от обычного, не маринуется. И немного жестковато, но вкусно. Ничего плохого сказать не могу. Качапури, привет. Выглядит красиво. Это с чем? С помидором, с огурцом? С чархоном, с помидором и с сыром. Это что, коньячок 20-летний? С 10. Должен кипятить, чтобы он расхватывал. Пошел такой запах. Сейчас полрестарана опьянеет. Это только вам. Поели мы втроем на 7 тысяч рублей. 28 тысяч 50 грамм. Чтобы вы понимали, в Дубае 3 манных каши и чай стоил 14 тысяч рублей. Она говорит, русские оккупанты. Нормально вам прилетели? О, пошла жара. Смотри, сколько там народа. Мы попали вообще в центр событий, так сказать. Сейчас пытаются сделать переворот, потому что там кто-то кого-то бомбит. Азербайджан, Армению. Нагорный Карабах. Вечный конфликт. Нам уже чуть не дали люлей за то, что мы говорим по-русски. Движение перекрыто. Причем за счет студентов и фанатов. Молодежь, студенты. И там тоже вообще жесть творится. Мы пришли на каскады. Везде усиление. На каскаде тоже усиление. Вот смотрите, как ходят, ребята, пограничники в военной форме. А мы любуемся местной достопримечательностью. Вот собаки еще лежат, отдыхают. Армянские девчонки. Северокавказские девчонки, или как правильно? Каминводы, или что? И синтуки. Антон с Вологды, да? Да. Антон тоже приехал за знаниями. А вот эта девушка непонятно зачем приехала. Армянский, боже. В целом, на самом деле, армяне такие довольно горячие парни. Кричат друг на друга, но не дерутся. А русские мужики так кричали друг на друга, то они уже давно бы в челюсть в челюсть друг друга ударили. И было бы мясо, да? Если бы кавказцы, то там бы они даже не кричали, они сразу бы дрались, наверное. Армяне прям молодцы. Эмоции выкидывают. Рукоприкладства нет. Нам осталось тысяча ступенек пройти, чтобы насладиться самым красивым видом. Представляете, какая красота? Я в этот момент себя снимаю. Представляете, какая красота? Строили, строили эти ступеньки. А потом началась распадность СССР. Закончились деньги. Вот. И перестали строить. Там наверху увидишь, что они не совсем достроили. Да, вот, ребята, недострой, как и обещали. Не обманули. Ну и в целом вид вот такой. О, смотрите, там. Поголяется Арарарас, сейчас снег видно. Мы приехали в баню. В Армении одна единственная русская баня здесь. Березки. Пьяным не входили. Ой, ну пахнет приятно. Смотрите, как хорошо здесь. Вот это да. Никогда не подумаешь, да, что здесь такое место может быть вообще. Слушай, ну круто. Нормально, пошли в баню. Ребята, обратная связь. Банька топ. Попарились, массажи и вообще все, все круто. Банщики красавчики. Это старая баня. Ребята построили новую. Кедровая, парная. Бассейн прям парной. Дня через два обязательно спорим. Ну и это тоже неплохо. Хочу вам показать, как выглядит обучение. Вот смотрите, сразу видно, что я ответственный. Пришел раньше всех и никого больше нет. А все остальные заплатили кучу бабок и не пришли на обучение. Смотрите, мы пока учимся. Тут приехали. Военные или ОМОН. Довольно культурно все, да? Становится нам интереснее. Которые моменты стоят. Человек хочет посмотреть. Коротко о том, как проходит наша учеба. Как-то так. Ой, ребят, закончилось у нас обучение. Честно говоря, довольно тяжело что-то делать, когда так громко говорят. Сегодня народу раз в 10, наверное, больше. Вся площадь. У них сцена тут. Короче. Прямо под окнами отеля, разборки. Что, ребят, мы взяли машину, которая была вся облеплена экскурсиями, рекламой. Огромное количество автобусов в машину уже уехало. Мы, как всегда, в последний момент сообразили. Едем на озеро Симан. Ребята, это вам отташивают ура, вам подарок. Домашний коняк хороший. Такого в магазине нет. Когда пьешь, как будто шоколадку закусываешь. Шоколадка пахнет. Класс, спасибо большое. Добрый путь вам. Спасибо. Мне сразу вспомнился коняк, который пах шоколадками в 5-литровых. Все это проходили. Ну вот я что-то тоже первое, что подумал. Первое, что я подумал, что то же самое и есть. Так, ну что, куда едем-то? В Первогорный. Село Горны. Ради кого. Ребята, гора Арарат. Видно даже, что сверху лежит шапка снега. Серега, Антон. Собственно говоря, вот такой вид. Ну, в общем и целом, все по-армянски. Чтобы понимать, что значит по-армянски, надо обязательно приехать в Армению. Сразу поймете это выражение. Просто бедно, душевно, по-доброму. Все смешалось, вот как мы любим. Знаете, такое советское прошлое какое-то. Есть люди, у которых это вызывает позитив. Вот это и называется по-армянски. Казалось бы, вид, да, красивый. Но смотришь вниз, а здесь просто помойка. Все говорят, что это самое красивое место. Там приезжайте. Ну, действительно красиво. Но все по-армянски. Ага. Горны Криста. Думаю там. Это сир. Это фотографии Николая, что ли? Да. А он что тут делал? Просто? Да. Класс. А здесь вкусняшки, смотрите. Да, вот, угощайтесь. А что это? Это пастельная из кизеля. Класс. Пахнет очень вкусно. Здесь вот ковры, кстати, ткут, производство есть. Можно на него тоже съездить. Ну и, конечно же, выходила на берег Катюша. Мы приехали в языческий храм Гарни. Здесь вход платный. Карта Мир работает. Полторы тысячи стоит. Это на четыре надо делить. Получите в рублях. Выглядит красиво, кстати, да? Ступенечки так. Оп, оп. Когда солнце было там, в горизонте, а это течение было только один и единственный раз. Это было 22 марта. А ночью солнце падало здесь и отражало вот так. Как будто бы сгоняло. Меня всегда интересал вопрос, почему люди селятся вот в таких местах. Там дорог нет, ничего нет. Что они там делают? Ну вот тропу я вижу, он каменный идет. Ну ты представляешь, да? Просто за хлебом сходить. Как аэронмен пробежать. Прямо красиво. Ребята, вы знали, что армяне первые придумали бани? И вот, собственно, они. Три тысячи лет назад. Потом дальше их начали использовать такую же систему. Римляне и вся Византия, в общем, все. Даже бани армяне первые придумали. И снобдог, кстати, тоже армянин. Я был в Риме, и там точно такие же бани. Типа здесь заполняется горячая вода. Нагревается в той печке. Дальше чуть прохладнее вода и холодная. Тут парились только цари, я так понял. Нашли какую-то кафешку с панорамным видом. Об этом месте мало кто знает. Она находится прямо в 10 метрах от входа. Даже бассейн есть. О, ничего себе, форель. Ты меня снимаешь? Смотри, как красиво. Сразу на берегу. Давайте условия входа, условия выхода, короче. По бокалу. Ваш чай. Гранат и водяна. Слушай, еще рыба. Очень, ребят, смотрите. Спокойно тут нельзя повесить. Во-первых, фосы. А в царе это ведь. Баранина, которая плавала в пруду, вкусная очень. Все нормально. Барашек. Вот кофе туда принесите, чтобы эти демоны не было. Баранина вкусная, но жестковата. 35 тысяч местных денег это стоило. Баранина была очень жесткой. То есть, жевать вообще ее невозможно было. Но при этом она была невероятно вкусная. Впервые такую ел. Конечно же, для нас это ненормально. Но говорят, что в Армении бараны не маринуют. Хотя я часто готовлю немаринованную каре. Новозеландская, ну, мягкая. Но оказывается, надо было не в этот ресторан идти, а там внизу есть 7 камней, лес вот камней. Мы приехали в Каменную симфонию. Недалеко от Еревана. 40 минут. Вход 200 грамм. Вау. А вот как-то утонулся. Очень красиво. Очень красиво прям. К коню лучше сзади не подходить. Да ну иди сюда, говно собачье. Я решил ко мне лезть, ты. Смотрите, мост такой. Такое впечатление где-то на Кавказе. Хотя на Кавказе я не был. Но мне кажется, вот Дагестан. Что-то похожее там должно быть, да? Это что, вот ущелье. Ну и, собственно говоря, я теперь понимаю, почему форель была очень вкусная и не пахла ничем. Ее в этой воде и разводят. Ну, место потрясающее, конечно. Обалдеть. Вот такой камень может упасть. Свадьба. Такая штука тебя сразу прибьет. А эти ребята фоткаются вообще, ничего не боятся. Мне зашло. Однозначно стоит посетить. Мы решили зайти на ферму. Здесь должны разводить рыбу. Здравствуйте. А где рыба? Ничего себе. Смотри, осетры лежат. А вон еще один осетры. Тут съемка видео. Это плещина. Камеру вырубаем. Ну вот, собственно, сам ресторан. Но здесь нет такого, конечно же, вида, как там. Но зато... А, это осетры, смотри. Просто достал его оттуда и все, да? Место на самом деле невероятно красивое. Здесь вот такие беседочки. Ресторан красивый, но здесь вида такового нету, да. Там, где мы сидели, было гораздо интереснее. Поэтому, подписчики, красавчики, спасибо, что сказали. Мы приехали в место, называется Гегард. Здесь было копье, да, которым пронзили Христа. Там название Гегард, название копье. Уже осень. Какая невероятно красивая природа. О, а там хрест. Просто невероятно. Приехали в Дилиджан. Еще называют маленькой Швейцарией. И позади меня старый Дилиджан. То есть, это первая улица, которая здесь была. Довольно красиво. Похожа на Швейцарию. Дорога сюда, серпантин. Здесь есть память Мимино. А Мимино армянский фильм? Совместный фильм. Армяно-грудинско-российский фильм. Смотрите, это Хачкар. Это наш армянский древний камень. Крест. Ребята, вы тоже смотрите. Это местный авторитет. Друзья, честно всего, памятник его поставили. А он погиб? Умер? Да. Вот так, ребята, авторитеты долго не живут. Но зато у вас будет вот такая штука. В случае чего. Ну, ничего себе. Сейчас пойдем памятник посмотрим. Ехали минут, наверное, сорок. И сорок обратно. В целом, не рекомендую ехать. Но если вы здесь не будете останавливаться. Потому что очень много времени потратите. Но памятник Мимино, конечно же, стоит снять. Посмотрите у меня. Видно, что памятник популярный. Все приезжают, трогают за нос, за руки. Надо желание догадать. Догадал? Погнали. На заправку. Вот так она выглядит. Обязательно нужно выходить из машины пассажиром. Это просто газовая заправка. То есть вы приходите, садитесь в такие помещения и ждете. В основном на газу, да? Да. А что, где с дороги? Это после 90-х годов, когда мы были в блокаде. В общем, мы приехали поесть раковых шеек. Из настоящих раков. Раньше, кстати, в Армении раков вообще никто не ел. А сейчас это считается великотесом. Давайте я вам немного про озеро Сиван расскажу. Это горное озеро. Оно второе по крупности после тики-таки или как так называется. Короче, забыл, напишите здесь. А это озеро. Глубиной 90 метров. Большое количество рыбы. Сиванская форель. Ну, в общем, все вкусно. Чисто. Волна. Воздух нереальный. Едим раков и едем домой. Я познакомился с хозяином заведения. Он нам привез свежих раков. Свежачок. Домник? Отлично. Ливон сказал, что это вино вкусное. Поэтому сейчас будем пробовать. Спасибо большое. Будете на озере, заходите в холодок. Здесь есть свежие раки. Просите, чтобы вам готовили свежих. Потому что это гораздо вкуснее. А, ребята, наконец-то сиванские раки собственной персоной. Смотрите, какая красота. И запах какой. Ребята, мы пришли на хинкалью на Туманьяно. Подписчики посоветовали. Каминеста. Главный дегустатор Антон. Антон, расскажи, как тебе? Специально не ели 3 дня. Чтобы с чувством голода просто пробовать. Она лучшая, хинкали. Хинкали. Хинкали жареные. Жареные пельмени. Сейчас, давайте стол все брать, короче. Хорошо. Здесь еще долма, говорят, очень вкусная. А, это эклер. О, давайте возьмем. Пробуем. Долма в капустных листях. Ну, по-нашему, это... Голубец. Разница есть, да, какая-то. Мне ассоциация с нашими глазами. Они какие-то для меня были всегда вкусные. А мне нравятся. Эти, эти нормальные. Так, в общем, нам принесли хинкали, курица, говядина, сыр, грибы, да? Я попробую с курицей. Ну, единственный минус, очень долго готовили. Короче, хинкали вкусные. Снимать неудобно, они текут в сирусовую жиру. Но очень вкусно. Всем приятного аппетита. Ребят, пельмени невероятно вкусные. Вот, оказывается, такие. Просто бомба. К нам принесли эклярчик такой небольшой. Пахнет заварным кремом. На лопате принесли. О, ну выглядит прикольно. Давай, Антон, покажи, как надо есть. Но он нереально вкусный. Непритонный. Вкусно? Я думаю, Серега, бомба? Бомба. Очень вкусный, не сильно сладкий. Прям бомба. Термин невероятно номер один. Еще вот там вкусное заведение. Лаваш называется. Мы сюда уже раза три ходили. Здесь куриный суп. В общем, баранина. Тоже рекомендую сходить. В целом, еда в Армении очень вкусная. Где-нибудь я там, Москва. В целом, атмосфера довольно приятная. Многие подписчики спрашивают, как это относится к русским. В принципе, нормально. К нам один раз только докопались, но... А так, в целом, соображевательные, рестеприимные. Очень вкусно. Но только когда были вот эти демонстрации, тогда, конечно, люди на нервах и, в принципе, понять базу. Инвест-баня с Алексом. Алекс профессионально занимается, чинит людей, у которых все плохо в сексе. И в отношениях. И в отношениях. Лучше так, в отношениях и в сексе. Да, но это взаимосвязанные вещи. Поэтому он нас позвал в баню и будет сейчас чинить. На самом деле, мы его позвали в баню и хотим, чтобы он нас починил. Не то, чтобы у нас все плохо. У нас все классно, но обучение это всегда хорошо. Короче, мы сейчас идем в баню. Здесь есть русская классная баня. Не та, которую мы прошлый раз вам показывали, а немножко покруче. Смотрите, какая красота. А вы можете нам принести сразу 5 лимонов, мед и газированную воду? Она только остается лимон. Да. Прям целая. Да, целая вода. Теплой нету. Да, и мед отдельно. Отдельно? Да. О, да, отлично. О, супер. А это вот наш дорогой банщик. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. Смотрите, какое место построили. Просто. Вот это лыковый брус. Даже не брус, а блокхаус. Вот. Он липовый, видите? И лыко не снято. Очень приятная история. Особенно вот если баню планируют все делать, сделать и в парной такое. На него облокачиваться прикольно. Он отдает очень хорошо тепло. И запах, самое главное, липовый. Вот это просто бомба. Но я сильно удивлен, что вообще в Армении есть такие бани. Человек, который устроил, ему прям респект и уважуха, потому что вот эти веники, сено, массажный стол. Вот здесь, понятное дело, что из камня, то есть горячая. Представляете, да, вот после баньки вышли, легли. А самое интересное, есть и качели, купель. Причем купель идет прямо из парной. Дальше еще одна купель, сенная. Сюда заходишь, как будто я в детстве просто ездил, сено заготавливал. И вот такой точно такой же запах, как и с детства. Вот сюда лечь и просто насладиться баней. А здесь у нас, ну просто посмотрите, как красиво. Здесь камам и здесь сено. Люстра какая, господи. Человек, который это делал, он просто молодец. Первый пар, он у нас прогревающий. Оставляем тапочки. Такая печь, как красивая. Чисто прогулщики учебы брались. Запомните эти лица, ребят. Они заплатили кучу бабок, сейчас приехали поучиться. Так, ну что, большая проблема. Перед тем, как с китибанем, мы наелись очень плотно. И поэтому пришлось пить банный напиток. Это лимон, минеральная вода и мед. Вот сами его здесь делаем. Ребята не умеют пока делать, но мы их научим в ближайшее время. О, ничего себе. Такого у нас не было в прошлый раз. О, это с солью, да? Как? Давай еще, ноги, да, с чани. Короче, это Валера спросил. Девчонки вертят на хую мужиков. Да, да, да. Почему это происходит? Да, почему начинает пользовать мужиков с нами тайком? Давай на секунду встанем в их туфельки. Вот ты, Саша. Представь себе, что мы востребованы дико. То есть наш член... Почему начинает пользовать мужиков с нами тайком? К нами ухаживают, нас соблазняют. Нам ничего делать не надо. Вот, прикинь, тебе там, не знаю, сколько, 14, 15, 16 лет. С тобой начинают ухаживать. Ты такой симпатичный, классный. С тобой ухаживают, ты стесняешься. Тебе родители говорят, ни в коем случае, нельзя. Никогда с девочкой наедине не оставайся. Ты такой прочь, прочь, прочь. И тут, знаешь, какая-то там тебя все-таки умудряются. Говорят, слушай, а хочешь покатаемся? Такой, я не знаю, я не такой. Она такая, ну пойдем, ну давай. Сегодня я, в общем, уломала. Придумала там, что давай в кино. Ты такой в кино. Она, ой, билеты кончились. Ну, короче, ты окажешься с ней в машине. Она такая говорит, слушай, поехали, там есть такое место. Заедем, и весь вид на город будет. Ты такой, ну поехали. Ну, значит, вы приезжаете, такие сидите, болтаете. Вдруг она так раз на тебя руку. Такой, ой. Она такая потом тебе хоп, там ниже. Ты такой, ну тебе вроде там что-то шевеление в штанах. Ты знаешь, такой, нет, так нельзя. Там тебя жучили, не дай бог что-то случится в машине. Она все-таки тебя такая гладит, нежная. Все, подразмяк. Она берет, значит, шеринку расстегивает. Говорит, а ты уже понимаешь, что ну что-то должно произойти. Оно не такое плохое, как родители тебе говорят. И достает твой член. И тебе вроде приятно, ты сам так с ним умеешь обращаться. И вдруг она берет со всей дури. Как дернула, тебе чуть уздечку не порвала. Ты там, ага. Схватила и клыком его так. А ты так, ааа. Это и есть что ли секс? И она тебя как-то подергала. Ты там окончался. Ёлы-палы. Отвезла тебя домой. Ты выходишь, тебе больно. Ты не понял, что произошло. Зашел домой. Маме с папой не расскажешь. Ты пришел в свою комнату. Че делать? Через какое-то время появляется еще такая же девчонка. Ну, похоже. И делает с твоим членом то же самое. Пройдя 5-6 таких пыток, ты понимаешь, что в общем-то секс это вранье все. Тебе все обманули. Это больно. Это дискомфортно. И ты в какой-то момент понимаешь. Подожди, подожди. Я страдаю каждый раз, когда даю. А какого хрена мне это делать? Давай-ка теперь с каждого из вас вы мне все суки заплатите за то, чтобы прикоснуться к моему сокровищу. И ты начинаешь думать. Так, подожди. В рестик, да. Только Рис Карлтон, 5 звезд в ресторане и только черная икра. И я такой, а ты не достоин меня. И вот эту историю ты выкатываешь всем. А как тебе еще быть? Потому что никакого кайфа ты не испытываешь. Ты пойми, да, что мне. У меня вопрос. Что происходит с такими девочками, мальчиками, грубо говоря, если им попадается опытный человек, который им удовольствие доставить? Они не попадаются. Потому что чисто статистически никто не умеет хорошо заниматься сексом. Мужики в постели чудовищно все поголовные. Если мы перевернем это опять на это, потому что сексу надо учиться. Потому что это странная идея, что если мы влюблены и все произойдет само, ничего кроме беременности само не произойдет. Кто говорит о том, что женщине нужна длинная прелюдия? Никто. Меньше, чем за 40 минут женщина не успевает разогреться. Есть разогреть женщин, которым не нужна длинная прелюдия, она им тоже нужна, только чуть по-другому. Получается, что ты 5, 6, 7, а девочек, ну так, попробуешь и скажешь, нифига, бабло платите, дарите мне квартиры, дарите мне машины. Потому что то, что вы со мной делаете, это настолько не кайфно. А потом говорят, потребительское отношение к мужику. А мужик заслужил вообще хоть что-то? Потому что то, что он делает, когда он своим кривым корявым пальцем, как кочергой, лезет ей во влагалище и пытается сымитировать вот эту вот хрень, которую он где-то в парне с 4 лет видел, понимаешь? А она ей дико больно. Она знает, что жаловаться-то бесполезно. Возвращаясь назад, да? Почему девчонки потребительски относятся? А как бы ты относился? Хороший прогрев. Так, ну что, все записываемся на курс. Мы уже шарим. По поводу бани я вам хочу сказать, что эта баня может дать фору многим баням в Москве. Прямо уровень там Бритишей, Бор 812. Хотя выложено сюда денег в разы меньше. Но вот здесь банщики молодцы. Здесь команда ребят делают так кайфово. В общем, будете в Вереване, обязательно сходите. Только здесь их две. Вот мы ходили в старую. Вот сходите сюда, берите процедуру. Короче, 4 часа идет. Это постоянный калейдоскоп из холодного, горячего. То есть вас сначала парят, потом вы в купель прям в парилке прыгаете, выплываете, залазите в горячий чан. Там вам какой-то ледяной напиток дают, который делает состояние нереальное. Потом вы идете под холодную воду, потом опять в горячую. Массаж, мойка. Короче, 4 часа просто невероятного кайфа. Я не смог ничего снять, потому что хотел просто покайфовать. Рекомендую. Однозначно. Номер 1. 48 тысяч 250 рублей. Драма. Не, но все равно это получилось в 2 раза дешевле примерно, чем в Москве в баню сходить. В советское время здесь весь город перестраивали. И остались места, так называемые трущобы, где все, как жили до Советского Союза. Трущобы, вот они, собственно, в таких домах, наверное, жили, да? При советской власти Ереван снесли и отстроили зону по плаванию. Главное архитектора Александра Таманьяна. Но практически в самом центре города остался район, который называется Конд. Точно говоря, мы туда сейчас и идем посмотреть, как жили раньше. Слушай, ну, довольно культурно все, чистенько, да? Не воняет. Пши, пши, пши. Это не кота так зовут? Пши, пши, пши. Ну и причем здесь такой современный дом. Да, в Рио нас бы уже давно зарезали бы найти. И точно бы все отдали. А тут, смотрите, идете романтично, красиво. Такое необычное место. Самый старый дом в Ереване. Сколько ему лет? 16 рублей. Можете заходить вовнутрь и посмотреть. Можно посидеть вот так. И прочувствовать себя. Что он там, давай. Аккуратно. Отлично. За Ереван. Свежевыжатый гранатный сок. 8 тысяч драм. 2 тысячи рублей примерно. Два стакана. Вот так выглядит улочка. Смотрите, здесь робота-шотик нарисовал. Вот идешь по этим улочкам. И ощущение, как будто ты у бабушки в деревне. Чувство, как будто ты здесь когда-то раньше был. Хотя мы здесь первые. Смотрите, какой храм мы нашли. Это старый двор. Персидской крепости. 336 лет. Представляете? Это вам 336 лет? История, не мне. Начнем оттуда, чтобы вы понимали, что где находилось. Вот здесь находился мечеть. На этом фундаменте до 1175 года находился духовный семинарий. В 1675 году беда случилась. Землетрясение. Вес города разрушил полностью, сложил. В это время здесь присутствовали персы. Армения была под влиянием персий. Люди мусульмане, надо было молиться, начали строить себе мечети. Это считался главным, потому что было две причины. Во-первых, он находился в центре города. Этот район называется Конд. Это персидское название тоже. Он переводится как возвышенность, холм. И город начинался застраиваться именно отсюда, вот с Кондом. К сожалению, в 88 году разрушился от старости, как сказал. На самом деле место очень классное, особенно по энергетике. Вот здесь сидишь как будто дома, виноград растет, персики, гранаты. И не хочется никуда уходить. Рекомендую по посещению. Есть немного экстрима. Можно по лестнице на купола подняться. Но в целом самое главное здесь хозяин. Вот он настоящий, душевный. Таких людей мало осталось, к сожалению. Вот приходите все в гости. Это победный комментарий с предыдущего ролика с розыгрышем на 10 тысяч рублей. Поздравляю победителя. Пришлите нам сообщение на почту. А чтобы поучаствовать в новом розыгрыше, добавьте в свой комментарий ключевое слово Армения и Ереван. И оставляйте его под этим выпуском.